Благодаря сокровища благих, им жизни подалось, и любви их селись равны, и очистены от всякие скверны, и спаси блажей души наши. Благослови Господи, будь милостивна. На виранде газетку нашел, я сейчас заходил, нашел газетку. Газетка за 23 мая. Заголовок здесь такой, в Потеряевке день села. Какого года? Этого года. А как так оно там оказалось? Да ты не принесла, это сестерка. На третьей странице. Такая маленькая заметочка. Значит так. Потеряевка была основана в 1818 году. В 1971 году исчезла с карты района. В стране шла ликвидация маленьких неприкликовых поселков и укропнение больших. 20 лет спустя сюда приехали братья Лавкины, Игнатий и Аким Тихоновичи. С одной целью возродить родное село в традициях своих предков, когда они жили своим трудом, во всем уповая на Бога. У Лавкиных нашлись и мысли, и так образовалась и православная община. Сегодня в Потеряевке проживают 32 жителя. Есть начальная школа. Ученики средних и старших классов учатся в Корченской средней школе. Потеряевцы живут за счет личных пособных хозяйств. Здесь есть одно христианское фермерское хозяйство. Село относится к Корченскому сельсовету. 17 мая в Потеряевке прошел день села. И как водится, здесь принимали гостей. В местном храме состоялась праздничная литургия. Служили епископ Алтайский Барнаульский Владыка Сергий. На стоятиях храма священномущик Анфима Никомедийского протерея Аким Лавкин, богачинный Родинского округа Олег Галилюк. На стоятиях Владимирской церкви Мамотова и отец Виталий Скворцов, клирик Покровского капитального собора Барнаула дьякон Владимир Черных. После судьбы состоялся концерт, перед которым протерея Аким Лавкина рассказала об истории своего села. С духовными песнопениями, стихами, сценками выступали ученики местной молодежи. Несколько песен исполняли учащиеся старшие группы воскресной школы Покровского собора. Они же пели на литургии. Затем все прошли на праздничную трапезу. Программа дня на этом не закончилась. Были гуляния по селу, катания на лодках, на местном пруду и фотографии на память. И фотография. Подходит под благословение. Кто-то стоит. Кто это? Это, наверное, из парнишка эти. Татьянин внук, наверное. Владимир, под благословение подходит. Да, да, да. Это Данил со своим сыном. Да. И стоят наши орлы. С орлицами здесь поют. Вот они поют. Так, много она, фотографий-то мало. Ну, видать, им ограничено, что ли, там, эти. Маленько она там. Ну, вот так вот. Так ничего сильно не наврала, ничего. Про школу наврала же. А, ну, там. Что наврала там. Что у нас только начальник. Ну, что начальник. Ну, ничего. Главное... А там написано. Ну, что? На вывеске написано. Да. Так, ну, и что вы, на чем вы остановились? Восьмой-девятый стих. Восьмой-девятый стих. Это вы еще не проходили? Проходили уже, да? Малахра. Двадцать вторая. Двадцать вторая глава. Значит, двадцать вторая глава, восьмой-девятый стих. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и видел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе, и братьям твоим, пророкам, и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. Это свойство апостольской души, потому что, как он сказал в Евангелии, и истинно есть свидетельство его. Также и здесь, по изложению виденного, уверяет, что он сам видел и слышал предсказанное, показал и благословение ангела, распрившего видение, что он поклонение его не принял, а благоразумно отнес и передал его владыке. А почему не принял? До сих пор он передавал слова ангела, а теперь говорит от лица владыки Христа. Книга эта достойна для чтения верующих, потому что она направляет читающих к истинной жизни указанием, указанием наказаний, уготованных грешникам и покоя обетованного святым. Десятый сейс сказал мне, не запечатывая слов пророчества книги сей, ибо время близко. То есть, все, что сказано, все нужно было донести, сказать. И о том, что будет наказание, и о том, что будет воздаяние. В одной из беседств Ителян Затауста говорит, если нас не останавливает и не вразумляет вечное благо, то может будет вразумять нас наказание. Поэтому и говорит Господь. Некоторые говорят, а им Господь не может наказать, потому что Бог есть любовь. То есть, как если любовь, то как можно наказать? Можно открыть, сейчас я прочитаю, Откровение 3.19. Там написано, Господь говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, сейчас прочитаю. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностью и покайся. Да. Наказывай Господи. Мне говорят, что Бог любит всех, Бог любит всякого грешника. Это неправильно. Бог любит грешника, которого раскаившегося грешника. Бог любит. Вот привели к нему блудницу. Бог возлюбил, возлюбил. Но она стала блудницей, а потом стала чем? Какой стала она? Она стала потом исповедницей. Это блудница. Бог таких грешников любит, которые остаются от греха, приносят покаяние и идут путем Христовым потом. Таких Бог грешников любит. А что, в грехе, который живет, они расскажут? Нет, такого нигде не сказано, что Бог. Бог любит, что призывает всех, приедите ко мне все, отруждающихся бремененные, я успокою вас. Приедите. А нигде не скажут, что я приведу вас. Хочете, как вы хотите, не хотите, но я приведу вас. А Господь призывает нас. Приедите. Здесь уже должно быть что? Зависеть от нас это. Откликнемся мы на этот зов или нет? Откликнемся, значит, будем в числе избранных, а не откликнемся, будем в числе отверженных. И дальше, 12. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро и возмездимое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Пусть никто не думает, что он поощряет этими словами к неправде, осквернению и обидам, но указывая на свободу воли и сохраняя ее непринужденность, он как бы говорит, пусть каждый поступает по своему желанию, я не принуждаю его, и указывая, что за каждым делом будет соответствующий ему конец. Я и Смальфа и Омега начало и конец первой и последней. Альфа и Омега означает, что как поначалу нет ничего старейшего его, так и власти его, и божественному царству не будет конца. И выше не раз говорено, что Христос есть Альфа и Омега, как первый по божеству и последний по человечеству. 14. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Где-то не через стену перелезли, а воротами войти. А вот предыдущую стиху можно добавить еще стих писать? Вот это в Евангелие на первой главе написано «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога, оно было вначале у Бога, все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Здесь об этом подтверждение, что есть. Альфа и Омега означает, что как поначалу нет ничего старейшего его, что-то вперед был создан, так и власти его, и божественному царству не будет конца. Но Христос есть Альфа и Омега, как первый по божеству и последний по человечеству. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами, соблюдающие заповеди Божии воистину блаженны, потому что они будут иметь власть во блаженной жизни, упокоиться на древо жизни в Христе, Боге нашим, насыщаться и услаждаться созерцанием его, и этому тогда не в силах будет воспрепятствовать ничто лукавое. Вратами апостольскими, то есть через их учения, они войдут в вышний град дверью истинную, не прилазит Индия, приводится Евангелие на 10 глава, подобно наемникам, пастырям, а будут введены привратникам жизни, привратник с большой буквы, то есть Христом. А вне псы, чародеи, любодеи, убийцы, 15 стихи, Идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду, толкованием псами, называются здесь бесстыдные, неверные и вообще злые делатели, оплакиваемые апостолом, а вместе с тем и возвратившиеся после крещения на свою блевотину, за это они будут окреждены от Вышнего города наравне с убийцами, пролюбодеями и идола с поклонниками. Везде говорится, духовное родство, оно выше телесного родства, потому что здесь у нас смертный отец был, а в духовном бессмертный отец. Здесь если человек в телесной жизни чего-то там нарушил, то еще можно исправить, можно принести плоды а в духовном это более страшнее. Допустим, пролюбодеяние какое, телесное или духовное? Здесь согрешил против тела только, а в духовном против души согрешаешь. То есть согрешил ты, нарушил обеты крещения, это как пёс возвращаешься на свою блевотину, за это они будут отчуждены от вышнего города наравне с убийцами, пролюбодеями и идолопоклонниками. Сейчас и сегодня эти грехи даже как-то так вошло уже, они обыкновенно, они не замечаются и как-то даже совестью не осуждаются. И в церкви в большинстве не осуждаются. Подходит, ну а что особенного? Ну с кем не бывает? Не я первый, не она первая, не она последняя. Это так. Каноны церковной сегодня, они практически не употребляются. А как если употребили каноны, тогда церковь закрывать надо, никто ходить не будет. Как употребить канон за убийство, если на десятки лет отлучается от причастия? А сегодня все это одобряется, даже на высшем правительственном уровне одобряется. Не запретить убийство детей, а сделать, чтобы это за деньги делать нужно. Что сейчас бесплатно делать, это чтобы платили за это, чтобы какой-то доход еще более, грех еще усугубляет. То бесплатно теперь за это деньги брать надо. Пошла убивать ребенка, положили там сколько, будет стоить 5 тысяч. Заплати 5 тысяч и делай, пожалуйста. Это закон такой принимается. Уже обсуждается на доме такой закон. Сегодня посмотрите фильмы, какие показывают фильмы. Ни одного почти фильма нет, где бы ни показывались, ну, прямо скажем, блуд и пролюбодеяние. и это нормально. Девушка с парнем познакомилась, только утром познакомилась, а вечером уже в одной постели лежат. Все. И это не осуждается ничего, это нормально, поведение считается. Гражданский брак, придумали, гражданский брак. Раньше считались гражданский брак, когда зарегистрированы в ЗАГСе, но не венчаны в цирке. Это гражданский, а сегодня нет. Это гражданский брак, когда они и не зарегистрированы, не венчаны, а просто так вот сошлись и живут. Это гражданский брак называется. И это не осуждается. Это рекламируется везде. Пожалуйста, ты живешь. Да, в гражданском браке. Это гражданская жена, это гражданский муж мой. Знаете, как? Стих 16. Я Иисус спасал ангела моего, засвидетелься вам сие в церквах. Я Исмь корень и потомок Давида звезда светлая и утренняя. Говорили мы как-то, что как важно еще детям вложить страх Божий. Шемили они страх перед совершением какого-то греха, что за это будет наказание. это очень важно. А потом уже, когда будет, тогда она поймет даже уже, говорится, коснется, когда есть. Но страх это главное. А если нет страха, не вложено, то она и грех любой, она воспринимает как должно. зависит это все не от кого-то, а из семьи идет, как отец и матери. Сегодня такие средства массовой информации уже, которых мы, ну, помине не было еще 20 лет назад, такого и не было еще. Запросто. Что она еще и девочка, а уже может показать свою красоту телесную на весь мир, чтобы увидел весь мир, какая есть, какие у меня волосы, как там распустят где-то и вот, и это показывает на весь мир. Ну, это ясно, что они верят. Для чего показывают? Обратите на меня внимание, вот какая есть. Было время, когда боялись заговорить или что-то, все это, сегодня нет, и это даже в христианской семье. Это очень страшно. что дети будут отвечать, но и родители также будут за это отвечать. Почему вовремя не заметили это? Почему в ней не вложили? Дочка, это не годится. Те члены тела, говорит святитель людей волосами волосы будут больше мочены. В другой беседе святитель Златоустый говорит, что приходят в церковь, идет в церковь, она молится. И вот он говорит, для тех, которые в церкви стоят, молятся. он говорит об одежде. Ты так, говорит, оделась, волосы распустила, надушилась все, об одежде, ты прошла, ты шла в храм, но ты, говорит, дорогой соблазнила больше, нежели блудница, которая на площади. Так, может быть, одного только соблазнила, а ты пока дошла, в грех ввела, говорит, десятки. То есть, еще более страшнее грех ты сделал. А для чего это все пока? Для того только, ну, для соблазна. Прямо сказать, что все эти учреждения какие-то делаются, это приманка какая-то. А мы не обращаем на это внимание, ну, да что особо, ну, она молодая девушка, ну, пускай охота же показать ей, какие волосы, какой у нее там стан показать. Научитесь показывать, что она не эта пока, а какая у нее душа. С чем должна украшаться? Об этом говорится в послании. Украшением вашим будет, что? Не как ты какие волосы покажешь, распущены у тебя в век или в одну, вокруг головы или на виды. Не этим украшайся, говорит. А что, кроткий, молчавиый дух, боязненность должна быть, целомудрие. Вот украшение девушки в этом. Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам в сей церквах. Я есть корень и потомок Давидова, звезда светлая и утренняя. Толкование здесь свидетельствуется о достоинстве владыки, посылающего ангела. Слово свидетельствовать употреблено вместо засвидетельствовать. Христос, корень Давида, как Бог, как происшедший от него, есть род его, звезда утренняя единица. Христос же, воссиявший нам за утро тридневен, имеющий вид со святым после настоящей жизни, в утро всеобщего воскресения установит нескончаемый день. И духа невеста говорят прийди, 17 стих, и слышавший да скажет прийди, жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром. Невеста, церковь и обитающий мне дух говорят в сердцах наших, а воочи и призывает пришествие единородного сына Божия, та же и всякий верующий, слушающий учения, молится Богу Отцу, да прийдет царствие Твое. Жажда и питье жизни нужно для прочного обладания приобретенным, особенно потому, что дар подается не тем, которые недостойны его величия, хотя несколько и трудятся, а приносящие благи разум, разжженные более серебра и золота, а также интересный труд. 18-19 стих. А также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде и в том, что написано в книге сей. Толкование. Страшное проклятие на извратителей Божественного Писания. Дерзко безрассуд своих злонравия и самолюбия лишит их благ будущего века. И он предостерегает нас, чтобы мы не претерпели того же и для этого не прибавляли и не убавляли, но слова Писания почитали достовернейшими и славнейшими атических сочинений и диалектических силлогизмов. Потому что и в них если находится что-либо несообразное с истинной, то обыкновенно прибегают к свидетельству автора этих сочинений. Но разницу величия знаменитых у нас и у них трудно даже представить в уме. Я думаю, что она более, чем между светом и тьмою. То есть в каких-то трудах наушники стараются как есть не убавить, не прибавить. Тем более, говорит, в Священном Писании нельзя ни с каким трудом человеческим. Потому что все книги это труды человеческие. А это мы называем единственную книгу, которую называем Словом Божиим. Божественной книгой. Потому что все это книга написана людьми, но людям все это диктовал Дух Святой. Поэтому мы называем ее Божественной книгой. Это единственная книга в мире, которая так называется. Свидетельствующий ей говорит, ей гряду скоро, аминь, ей гряди, Господи Иисусе. Апостол говорит, я свидетельствующий, сейчас я взываю тебе жизни нашей, иду, и сам ты приди, Господи. Но может быть слова свидетельствующие сие сказаны и от лица Христа. То есть он говорит, я свидетельствующий, приду скоро. А апостол отвечает, гряди, Господи Иисусе. То есть я готов принять тебя, Господи, гряди. Можем так сказать сегодня? Гряди, Господи. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. 21 стих. Пришествие Христа желательно для святых, как приносящее за собой множество наград. Поэтому и книга эта, приводящая к блаженной кончине и покою читающих ее, есть святая, Бога вдохновенная. Теперь же мы вкратце изложим ее значение, сказанное о семи церквах, научает нас терпению в бедах, любви к доброделанию и другим добродетелям. Узнаем также о храбрости и мужестве мучеников, страшном наказании неверных, плодоношении семени евангельского, отпадении слабых и маловерных. Указывается и на человеколюбие ангелов, держащих Евангелие и проповедующие его сущим на земле. Аминь. У нас от того, что нет никакого совершенно здорового в беде, но все больны, одни боли, другие менее, никто не в состоянии пособить лежащим. пособить лежащим. Так, если бы кто со стороны пришел к нам и хорошо узнал и заповеди Христовы, и расстройства нашей жизни, то не знаю, какие бы еще мог он представить себе других врагов Христа хуже нас, потому что мы идем такую дорогу, как будто решились идти против заповедей его Иоанна Златоусте. Порой, смотря на наш УЗИ христианство, мне даже говорили, что так веровать, как у вас, показывают на кого-то, что такое верующие, так поступают. Я не хочу так веровать, мне такой веры не надо. Мы живем здесь неверующие, но отношения друг к другу гораздо более приличные, человечные. мне это высказывали. Чем вы называетесь верующими, христианами, а вот такое у вас поведение. Я, говорит, такой веры не хочу, чтобы жить такой верой. Представь, какой соблазн поданный людям. И это на суде все откроется. Тот человек будет свидетельствовать, сказать, я бы принял веру, но вот тот-то мне препятствием послужил. И что отвечать придется. ничего. Он молчал, говорит, как ты сюда попал? А он молчал. Ничего не мог ответить. Как ты в небрачной одежде бы прошел сюда? То есть разумом я бы как в царстве небесном, но одежды-то нет никакой небрачной одежды. нет. Ну вот так вот закончилось и откровение. Какие вопросы? видел, общался с тем человеком и поэтому так и говорит. Конечно. А мне что, мне сказать нечего, я голову опустил да и все. А что скажешь? Вот так. Лучше было тому человеку повесить жернов мельничный на шею и бросить в обувину морскую. Как там сестра говорит что-то по мельничный жернов у вас? Про мельничный жернов что там говорилось у вас это? Не надо. Я говорю так не про это говорит да? А моя тоже ... Кто видел мельничный жернов? Вот мельницы какой жернов у ней? У нас осколок был, не знаю они увезли или нет кого-то так это был осколочек. Там вот диаметр наверное больше вот такой он толщиной там такой это камень камня два камня один внизу другой вверху и вот верхний камень так крутится зерно а между камнями зерно камни отверстия туда засыпается зерно и оно засыпается она рассыпается он там тонны весит этот жернов у нас делали раньше у каждого в доме была своя мельница но делали тоже примитивно очень у нас брат старший был у меня Самуил он был выдумщик такой на все что-нибудь придумать такое и вот он придумал так две березовые чурки ну примерно вот такой толщины выпилить делает что это верхний на нижний надевается вверху дырочка здесь ручка сбоку здесь сделал такой желобок чтобы уже стекало это и вот зерно насыпаешь эту дырочку закрываешь прокрутил сколько раз открываешь она всыпается сюда ставишь там чашку и опять так вот мать да задание это на кашу пшеничную кашу надо было нарушить крутить и вот это меришь сидишь меришь меришь вот такая работа трудная работа и вот на кашу просеивает она помельчает это а крупная опять еще пропускающая вот вручную мололи на кашу но муку на большой мельнице мололи а вот для домашнего пользования на кашу мы мололи на такой какая была мельница у нас рушилка называлась у нас у соседей была частная каменная но только она микро мини маленькая там у нее объем как бочка 200 литров вот пример вот такой объем два камня и вот откуда я это там уже муку делали муку да нет а это мы на кашу делали кашу мололи на кашу делали даже все покупать и ничего не покупали это сегодня пошел в магазин купил я сегодня такую кашу можно что я только залил кипятком варить не надо уже она сварена бери и ешь это не было ничего все сами делали масло подсолнечного шибко не купишь было делали сами сеяли коноплю много конопля сеяли из конопля делали конопляное масло помакуха из конопля делали никто не знал что конопля оказывается наркотик мы этого не знали насадили прямо там несколько соток в огороде это конопля вот на семена его сделали пойдешь полоть пополешь голова закружится вам голова крутит идите искупайтесь бегаем искупаемся пройдет и опять полоть надо его выдергивать эти дикая послание называется это сейчас конопля остатки еще тех ваших времен может быть может быть переродилось да семена конечно сейчас она мела а то так семена-то были крупные такие зернышки крупные были вот только конопли все шло а сами стебли собирали в снопы замачили потом его высушили проминали потом его чесали и получалось такие собирали как волос она длинная из него делали веревки делали потом мешковину ткали из него пряли ткали мешки делали конопляные мешки были дорожки вот эти половики делали из конопля все делали из этого мак сеяли по многу мак сеяли тоже никто не знал что это тоже надо сегодня нельзя мак-то посеять увидят где вы смотрели головки подрезали подрезали вкусный мак ну а тогда мы все правда вы учили кто говорит чтобы хорошо спать нужно с мак с молоком накормить но я водился с сестренкой и накормил ее чтобы она орет накормила она спит а мать разоплачила потом пришла ты накормил накормила а чем а молоко-то целое должен быть вы видите кормили тогда было что рожок рог от коровы на рог коровы надевался сосок от выга коровьего там сколько там две трети рожка и сколько там на рожке были полоски докуда наливать как бы она когда она спит и спит молоко-то целое все мать заметила в чашке у меня там мак а это ты что делал давай она тогда что-то отпаивать молоком чтобы там вырвало а то могла говорить не проснуться проснулась до сих пор не спит так вот было такое такие жернова были у нас вот мельница там была в косе там еще лежала жернов часть жернова было роман они забрали весь или там еще осталось наверное посмотреть доезжу будет дорога посохнет посмотреть что там мельница была крутилась эта ветряная мельница была мыхой язвил водой от ветра от ветра крылья у нее такие ветряная там и зимой больше зимой она работала но когда ветра нет то что стадит ветра нет нету ветра нет и нету как это ветряная мельница мололи когда ветер и там муку мололи да муку зато за свет не платили да интересный прям силы ветра хватало 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 мололи там тонны жить не просто тонны там очередь это ветряная мельница видели там про этого проданки ход это там показывает мельницы вот такие мельницы большие была большая мельница там крылья такие по несколько метров она в крыло до 4 крыла так вот так они расположены как и вот как они поставили где чисто место там повыше выбирали где место оставить тоже чтобы ветер давал на чистый а то все время ветер дует и действует поставить бы здесь то здесь из-за деревьев меньше а там она на чистом месте на бугорке стоит воде ну в нашем краю можно стоять там где бригада где туров там хорошие места где не стояли там не было а мне было что еще вопросы какие кто с чем не согласны а он тебе задал такие вопросы да что какие верующие а что нельзя было сказать а какой ты нашел это что не так делают сказал 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 да конечно но ты бы нам говорить надо я зачем буду вам говорить а как я делаю неправильно вот и делаешь неправильно я тебе скажу все знаете как делать знаем все западе и знаем что вы христиане мы не просто это звание носим а нужно помнить всегда все какого царя я ношу это звание по какому царю это всегда должны помнить мы и тогда не будет этого что вы что-то если сделать недостойное подожди это мини по не подобает я ведь царская дочь я царский сын мне этого нельзя делать понимать я христианин я христианка вот это даже всегда где бы ты не был всегда помнить всегда заходишь здесь сам себя там показатом одеваешься ты подойдет подумай я христианка я одела себя правильно или нет как это это будет хорошо моему жениху небесному христу понравится это или нет а пойду-ка я сейчас там сестру или там брата мне что-то своего я ему часом влеплю а ты подумай а хорошо это или нет будет как одобрить нет мои действия мой господин это я даже слышал и был у отца и она я на службе и он говорит иди скажи что-нибудь но я пошел домой привел такой пример что одна христианка любила на танцы ходить танцевать любил но и верующая считала серьезно храм ходила и она пришла у батюшки и спрашиваю батюшка ну какой грех тут на танцы то ходить это потанцевать то чё там это он ей сказал ведь на каждое дело мы должны дождь моя брать благословения у господа ты как пойдешь другой раз на танцы то попроси благословения господи благословение пусть прибудь со мною там где я не оставляй меня она бачка так как же так это разве христос на танцы пойдет ну ты сама рассуди нас не пойдет ты не ходи ну и все я говорю брать и это привел я эту притчу то это сказание а потом отец он подходит ко мне и говорит прихожанка моя горь подходит ко мне и говорит отец а зачем вы отцу и акиму о моем грехе рассказали каком ну вот я вам каялась что на танцы ходила отец таким значит это сказал хотя сам я ничего не говорил от своих его я даже об этом разговора не было говорит у нас откуда он узнал что я на танцы люблю ходить грех сделан в стадии вроде бы а он обличает раз она еще совесть не совсем заглушена у нас было здесь я пробую сказал он выходит потом брат этот батюшка вы зачем мою исповедь разгласили я как разосил я назвал ничего не но вы так сказали что все сразу догадались что это про меня понимает что все догадались что это про меня послушай про значит все знают о своем грехе за и грех твой не тайный был сделай это явно но и какое же мое разглашение исповеди я тебя не назвал нет я просто сказал что вот кто-то грешит таким-то грехом дамы и все но они все равно то есть как говорят пословица газ на варе шапка горит 1 и на 2 глава 20 стих впрочем вы имеете помазание от цветов и знаете все и 27 стих впрочем помазание которую вы получили от него с вашей рукой вас прибывает и вы не имеете нужды чтобы кто учил вас но как самое сие помазание учит вас всему и она есть истина не ложно то чему она научила вас то пребывайте какое помазание духа святого духа святого но жизнь это почему не так получается что мы знаем мы получили помазание духа святого а делаем порой не то что нужно и потом еще бежим потом это что за или помазание не было ли что вопрос 50 псалом все знаете когда давид согрешил о чем он молился помилуй меня божий по великой милости твоей вновь щедроту изгладься беззаконимая ну и далее потом что сердце чистое с одежды мне божьим и дух прав обнови его трубы моей обнови дух значит дух что был как бы застарел и потом чтобы и духа твоего святаго не отымет меня вот чего страшился чтобы господь духа святого не отнял от него значит он уже знал что он под водительством духа ходил я на урале когда отсюда победа совершил я тоже молился этими словами вот и царя давидов десяток салма что господь не решение духа святого а часто мы своими такими поступками грехами делать них и возможно что дух святой покидает просто нас и тогда уже что совесть нас не судит не может судить совесть и грехе живешь как в обыкновенной жизни не считает что это даже и грех а это самое страшное что когда дух святой покидает согрешил и он задумался водописи ты согрешил но ты горит не лежи встань и скажи господи я согрешил прости меня бог от этого тебя ждет не валяйся в грехе а тут же станет их есть господи прости меня я согрешил то есть приносить покаяние сегодня сейчас мне заводит не на желдерова ну и что было я говорит на службе вчера дождь шел я так на улице и молилась стояла на улице молилась и по зонникам говорится поминала вот потом выходит там вот как панамарь и говорит что ты здесь стоишь ты отрекись от своего духовного духовника лапкина и заходи тогда в храм она говорит как это можно говорить мне кто дал духовное рождение ягод родилась как это можно от этого разве от отца можно отрекаться отца то не выбирает ну и стоит тогда здесь да и фарм не пропусти а нас в храме как я пока не выйдешь из храма мы все службы не начнем пока не выйдешь из храма и все она на улице сейчас молится на улице стоит из притвора нет из притвора выгнали батюшка но вы же сергию говорили этот раз но пока еще ничего нет пока пусть она там молится ничего пока нет я секретарем секретарь мне звонил во первый раз позвонил и говорит я разговор с ним ну тут такой упертый говорит такой он сказал нет я буду говорить до смерти бороться чтобы не допустить ереси лапкинской наш храм да ладно я горну так не годится городе все ларят это по горы не просто я говорю мы будем на патриарх это выходить это так не годится ну да нет пока нет я говорю с архиереем поговорите я говорю с архиереем поговорю еще потом если нет мы будем прямо на патриарх на патриарха выходить тогда с этим вопросом но он через день позвонил этом секретарем с батюшкой с этим отец игорь чернодаров фамилия поговорили говорит ну так говорит он говорит своем стоит говорит ну может быть изменится положение сказал что может быть изменится положение но пока не изменилось вот на таком она говорит меня архиерей благословил он это что мне архиерей мой архиерей нипочем то есть она архиерея а плоды то растут какие было когда-то будет несколько лет может быть лет 7 назад надо было владыка максим дмитриев когда это там было когда еще до принятия каноническое общение это было он высказался там что-то лапкина это там еретики это раскольники он это принял всеми это пало на благодатную почву и вот а владыка максим сказал я не могу тебя я что теперь против себя пойду я теперь людям должен объяснить что не прав я был то есть он назад уже только теперь не задевать за себя что если он не прав а он свой грех что не прав не может переступить признать как это я вчера сказал что так а сегодня покаяться что ли вот это очень страшно понимаете что он не может переступить а только высота я не проводим самым как говорится поднял бы свой рейтинг вот его больше вы стали уважать верующие то и любить больше стали за это за его искренность а так он просто ну дальше что будет будем ждать что дальше сейчас метрополитом уже вернулся владыка сергий метрополита вернулся будем разговаривать еще но сказал я пока стал стоит там были на улице и молись даже верующий будет пока приглашать стой не ходи в храм не надо она ведь я стою вверх только говорю помолитесь вам не грешный там некоторые зовут заходи в храм и она говорит я не могу заходи в храм я грешница меня батюшка здесь сказал стоять вот она стоит на улице пошла горячера зонтик взяла в этом все холодно и замерзла так говорится промерзла сегодня тепло будет хорошо я стояла так хорошо помолилась а я говорю секретарю то я говорю а ведь представьте говорю батюшка то там ведь не трудится он пришел только ослужил и все а ведь она могла бы какой быть помощницей батюшки она закончила богословские курсы она может беседовать с людьми вырисовать может с детьми заниматься вести воскресную школу гордая города это женщина такая что может все сделать она хорошо знает священное писание святых отцов научена она какой могла бы быть помощницей батюшки в этом деле вот так вот а он по видимо только то что батюшка видать он сам не занимается и по слову божию никогда ему заниматься не занимается ничем не занимается и он просто опасается как бы на если она будет там выглядит будет он за свой авторитет боится только всего больше ничего не за свой авторитет а даже если воды признал что да действительно он и тогда бы свой авторитет и не уронил как не хватает на это действительно я не занимался ничего так давайте вести занятие я чему-то научусь здесь он в палочке служит а туда приезжает туда неделя не в среду только приезжать среду служит и все литургию вечерние не только на литургию за приезжает неделю раз он литургию среди недели служит там треба какие там исполнит кого отпевать там все он заслужил и уехал и все он не с людьми не имеет общения сколько постоянных вот сегодня троица сколько было ну человек 12 было а село-то большое клочки больше тысячи людей то жители 12 человек всего было 12-15 это не больше вот в этом размере на троицу но там целом счет они там ведут что-то читает воскресенье нет он воскресенье в палатке дома такие приезжает среди недели только одна неделя приезжает служил утром там литургия служил кто там кого присповедал причастил кто-то батюшка да слушай добрый ну да спасибо господи как вы там живы здоровы я хотел сегодня поехать по это проведать болящих там но нигде не нашел никак до транспорта нет я уже решили вы наверное с сестрой купим себе машину тысяч за 15 за 20 так да с сестрой вы договорились а чтобы хоть до моринского чтоб можно было доехать моринского пешком даем до моринского доедем такую машину чтобы купим какой-нибудь это не будем ни к кому кланяться будем сами себе куда хотим туда это но барабаш один день воскресенье ему отдохнуть что-то тоже но он хотел бы ехать но но сами чё там у вас говорят там гаишники ездят еще рисуют аниму отнимут аниму отнимут а нам а она мне это нужно сильно понимаешь что у меня хоть правда в кармане есть я вожу с собой вправо я как 75 году получил еще у меня не новички лежат я думаю в коробе остановит ваши права я доставлю пока они молодые они же поди не видели эти еще и гаишники таких прав и скажешь что такое сколько вот нормально вот получил право я не знаю что менять надо было я я ж не ездил у меня лежат и лежат они до дома сейчас на занятиях мы здесь беседуем надо да ладно ахаты не будет продавать не будешь потом я у тебя хоть купил бы туда давай ладно вот хотели бы там и сестру попроведать болячью как она там ходит еще передвигается дядьку то не видел что там как он живой не потом не сестра сочи возводит видео я не видел ну как вы там рядом да ну как я в доме езжу было так как тот никто не знает ну попроведай там заехать о вы за их хамках как там он жив здоров там черный как он ну да ну вокруг там через тот мост проехал вы знаете быть там что там ну ладно все сиськов звоню на день деревни его приглашают это не могу что-то палец немножко прибил при бела к цапали совсем отхватил болгар ты отпилил палец болгарки палец схватил этот обрубок и в мама потому что ему прищут что палец один палец какой-то совсем совсем пол пальца отхватил ну а че ты половинкой будешь делать а не говорит да так немножко пальчик прибил молотком все он делает все машина ремонтирует там что-то там делает работает инвалид 2 группы по времени все все ну что какие есть еще предложения пожелания нет среда день рабочий и чего бы я в среду поезда все пошла неделя тем более но я поеду поездки поездки в поездку в Благодарим Тебя, Благородицу, Присно блаженную и пренеборочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херубин, И славнейшую без сравнения с Ерофим, Безыстрения Бога, Слово родшую, Сущую Благородицу Тебе вещаем. Благодарим Тебя, Христе Божий наш, За Твои милости к нам, за это тихое и мирное время, Господи. За великие Твои обильные благословения к нам. Тебе слава, Отцу, Сыну и Святому Духу. Нанеси с Нейбовик и Лихо. Аминь. Завтра в полдевятого у нас будет молебен с окаплицем Пресвятой Законящей Троицы.